Сборная России по мини-футболу провела первый товарищеский матч с национальной командой Сербии. Встреча прошла в небольшом городе Вршац в закрытом формате. В составе сборной выступили два игрока МФК Тюмень. Денис Субботин оформил первый сухарь за взрослую национальную команду. Камиль Гириханов опасно подключался к атакам, но счет в итоге так и не изменился. 0-0. Это мой дебют, очень рад. У нас такая новая сборная, много новых лиц. В целом игра понравилась. Первый тайм пришел в Тюмень под нашу реколю. Второй тайм более равный. Думаю, мы могли как выиграть, так и проиграть. Второй матч состоится в субботу, 15 апреля. Все игроки, вызванные в сборную России, успеют вернуться в расположение клубов к началу плей-офф. Четвертьфинальную серию пари Суперлиги МФК Тюмень проведет с Норильским Никелем. Первые два матча состоятся на выезде. Играть в них черно-белым придется без капитана Артема Антошкина. По итогам заседания контрольно-дисциплинарного комитета РФС он дисквалифицирован на два матча за инцидент с Азизом Муждаковым. Понятное дело, совершил ошибку. Себя этой вины не снимаю. Я только был виноват в этой ситуации. Мне из нее делать выводы, мне ее прожевать. Сейчас будем стараться настраивать команду, чтобы эти две игры они проиграли хорошо. Перед стартом плей-офф – домашний сбор. Две тренировки каждый день. Чтобы ничего не отвлекало от рабочего процесса, живет команда в гостинице «Арена». У нас просто в каждом цикле есть двухразовые тренировки. И хотелось бы, чтобы ребята в эти дни питались и восстанавливались уже в составе команды. Плюс теоретические занятия мы проводим. Поэтому и заехали на базу. Первые матчи в Норильске пройдут 24 и 25 апреля. Обязательно будем держать вас в курсе развития событий. А на сегодня у меня все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова